Привет! Сегодня индустрия предлагает обществу нереально большой выбор развлекательного контента. Каждый день на свет появляется новый талантливый музыкант, режиссер, писатель или даже блогер. Меня зовут Руслан Майер и здесь я буду говорить о людях, которые делают значимые вещи, но остаются за кулисами. Я расскажу сегодня о битмейкерах, расскажу о парочке интересных ребят, а в конце лично пообщаемся с одним из них. Давайте я на всякий случай уточню, что битмейкер это чувак, который создает биты, под которые рэперы читают свои текста. Он выполняет функцию аранжировщика и композитора, да и вообще в индустрии хип-хопа и рэпа сегодня битмейкинг является искусством. Что до меня, то я считаю, что в большинстве случаев бит это 60% успеха трека. Йоу, я готов выслушать другую точку зрения, пиши ее в комментариях. Не надо меня хейтить и отъебись от моей прически. Однако, если это так, то почему мы ничего не знаем о современных композиторах? То есть все знают, кто такой Элджей и Федук, но мало кто знает, кто такой Валентин Филатов. Здесь так красиво, я перестаю дышать. 22-летний московский битмейкер, савтор одной из самых цитируемых песен прошлого года, которую можно было услышать чуть ли не из каждой тачки во дворе. Господи, да о чем я говорю, кто не знает трек «Розовое вино». Смотри. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Это учитывая, что я живу в частном доме без соседей. Блин. Как ты сделал один бит и понеслось друг за другом, так и стал битмейкером. Валентин рекался на западных ресурсах, пытался пробиться там, но всем известно, какая там конкуренция, поэтому для начала он решил завоевать русский рынок. Он сразу стал выпускать треки только на продажу. Первым из именитых чуваков, которые забрали у него трек, был Элджей. Я сейчас говорю про трек «Дисконнект», ну а про «Розовое вино». После «Розового вина» люди начали узнавать обо мне, спрашивать обо мне и так далее. Что касается указания авторства в подписи к видео на YouTube, то это конфиденциальная информация. Наверное, многих интересует вопрос о стоимости одного такого хита. 2000 рублей, Карл. Хватает ли на жизни, приходится ли работать где-то еще? По поводу работы предпочту промолчать, но скажу одно, что в жизни возможно все. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, держи. Субтитры сделал DimaTorzok Бит на дико, например, был написан в полной темноте за 30 минут. В течение нескольких дней появился текст. На тот момент мы понимали, что будет хит. Данил очень много работал в жанре фонг. Как раз тогда его заметил фараон и пригласил на лейбл в династию. Все мои работы с династией и Глебом были только на творческой основе. Не было такого, что мне кто-то предлагал деньги и просил написать на заказ. Все было от чистого сердца. Самое главное в музыке – это ощущения. Чувак не стоит на месте и даже выпускает сольные треки. С оплатой труда битмейкеров все не особо хорошо. Легче просто украсть. Как, например, сделал «Вечерний Ургант». Они сняли пародию на дико, например, и просто взяли мой бит. Без какого-либо разрешения. Не удосужились даже уведомить меня об этом. Сколько Данил берет за бит, неизвестно. Я не знаю. Я не знаю. Если бы я жил в Штатах, то уже купил бы маме огромный дом. Но об этом в другой жизни. Надеюсь, что когда-нибудь так будет и в нашей стране. Я сделаю все для этого. Я у МТВ, привет! Я российский битмейкер. Делаю офигенные биты для многих известных исполнителей. Ну, вы все их знаете. Ну что, добро пожаловать в мой дом. Погнали! Ну, в общем, как и так. Короче, здесь моя кровать. Час бед. Сплю, расслабляюсь. Чиксы. Ребята, подогнали офигенную книжку. Чисто Орл. 1984. Развиваемся. Окей, пойдемте на кухню. Just cooking stuff. Ну, вот, как-то так. Поставил мини-бар Home for Food. Кристалл вот. Полезная хи***ня. Ну что, МТВ, вы были у меня дома. И это было. А вы что, уходишь что ли уже? Я чай сделал. У меня даже друзей нет. Давайте хотя бы часок поболтаем. Я бит сделаю. Два бита. Давай, я сделаю два бита. Сука. Друзья, если вам заходят эти скетчи, то обязательно переходите по ссылке в описании на мой канал, где много разоградил контента, стараемся, стараемся делать качественно. Поэтому переходите, подписывайтесь. Ну, а я продолжаю. Еще один хит 2017 года, который постоянно играл в этих летних кафешках. Ну, знаете, где справа шашлыки раздают, слева пиво наливают, стоит этот пластиковый зон с логотипом Pepsi. Ладно, это я так. Я говорю про трек I Got Love. Прекрасно то, что мне лично удалось пообщаться с автором этого трека, позадавать ему несколько интересных вопросов, узнать инсайды. Так что давайте прямо сейчас узнаем, каково оно там в индустрии битмейкинга в нашей стране. Окей, всем подписчикам ТОП-5 ДАЙ-5, значит, хожу в эфир из своей собачьей будки с автором трека Миягин Шпиле Рэмдиго, I Got Love, Арслан Бейсеков. Скажи привет. Всем привет. Слушай, прям такой вопрос назревает. А вот бывали такие моменты у тебя, когда на тусе среди друзей, там, я не знаю, ты слышал свой трек, хотел всем об этом рассказать, там, похвастаться, или наоборот, молча улыбался, типа, нет-нет, не хочу. Или ты все-таки у тебя как-то подгорал, я не знаю. Ну, во-первых, вот первый раз я услышал этот трек, когда вот шел на учебу, и у одного пацана, короче, в машине сыграл вот эту вот песню «I Got Love». И я такой, друзья, говорю, не хераси, это же моя музыка, у него в тачке играет. И мимо него прохожу прямо перед ним, он такой смотрит, типа, не знаешь ли меня, что это? Я сочинал, и, ну, обида была. А потом уже со временем привык ко всему. В клубах тоже включали, там, друзья говорили, вот, брат, твой трек играет, там, все такое. Ну, я такой, Базару нет, и все танцуют, я смотрю просто так, со стороны наблюдаю за ними, все. Бывало, подходил к диджеям и говорил, что вот, я музыкант, вот это вот моя музыка. Они такие посмеялись и не верили. Неприятно, наверное, да? Конечно. Если перейти к вопросу сравнения с заграницей, что лучше вот сегодня, своя студия звукозаписи в Рашке со своей командой, или работать в соло на какого-нибудь западного артиста на одного? На западе работают команды, то есть люди, которые занимаются музыкой. Один пишет, там, допустим, пианино, да, другой занимается ударной партией. И в конце все это вот сводят в звуковый менеджер. Потом другой менеджер, который связывается с артистами, он отправляет этот готовый материал уже. Артист потом его слушает, и если ему понравится, дальше идет трек. А бывает, собираются на студии, и артист сам заходит. Допустим, он записывает, а там другой битмейкер работает. И если артист вышел, он его зовет, он заходит к нему на студию и слушает. О, ну, допустим, вот этот вот Rockstar, который стал знаменитым. Слушаешь, да, знаете, этот трек? Да, 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 да. Вот, битмейкер сидел рядом и делал этот бит. В тот момент, когда Post Malone уже записал свой куплет, вышел. То есть он встретился с этим продюсером, танком. Он его позвал и дал ему послушать эту демку. И Post Malone сразу же вник в это и сразу же написал текст. Создание бита — это целый творческий процесс. Создавал ли ты биты чисто вот тупо отработать бабки? И вообще, как ты относишься к этой работе? То есть для тебя это в первую очередь творчество, либо это уже коммерческая история? Нет, нет, это не коммерция. Это душа же, это любовь моя. Это музыка. В музыке, точнее, важна душа, главное. Любовь. Ты проявляешь свои чувства именно в этих нотах, чтобы люди могли тоже прочувствовать то, что ты хотел передать. Вот, например, когда я делаю бит, я всегда о чем-то думаю. И люди это вот понимают. Они говорят, вау, типа вот в этом треке я чувствую вот это вот. И они описывают все это. И я потом доволен и сижу. Сколько стоит у тебя бит и в среднем твоя месячная зарплата? От трех тысяч рублей это зависит. От трех. То есть минимально это три штуки. Насколько ты актуален, сколько ты работаешь и сколько у тебя выходит на сегодняшний день в месяц? В месяц минимум двадцать тысяч рублей зарабатываю. То есть хватает на жизнь. Каждый месяц стараюсь вот в день по одному биту хотя бы сделать. Это вот здесь опять зависит. По одному биту в день? Да, да, да. Это ты делаешь тридцать битов в месяц? Ну, получается так. Иногда в день по шесть, по семь битов выходит. Это смотря вдохновения, если попрет прям. Как часто пишут серьезные люди? И как часто вообще в принципе пишут там всякие, ну не знаю, школьники или просто неизвестные? Вот это вот больная тема. Люди пишут эти вот, школьники, да, допустим. Пишут только из-за того, чтобы я их связал с Энчпилем или с Мияни там. Типа спросил, как у них дела, или добавить их в друзья там, чтобы они добавили их в друзья. В основном вот такие вот пишут. Вообще слышал то, что битмейкер на Западе это полноценный артист. Наравне с артистом. У нас, например, вот в СНГ, да, если исполнитель купил эксклюзив у битмейкера, все битмейкер отпадает, то есть его не указывают. Ну, я не говорю, что все не указывают, а большинство. То есть если они купили все права, все для них битмейкер не существует. Вот это вот обидно для нас, для многих вот. А на Западе вот это с этим вот серьезно все. То есть битмейкер, он наравне с артистами. Где подписано имя артиста, соответственно имя битмейкера тоже будет подписано там. Джах Галеб, он тоже сам себе продюсирует, то есть делает биты хорошие. И сам пишет треки. Это вот с Казахстана, в которой поднялись люди. Джах Галеб, да, он сам себе биты делает и сам текстиль пишет, сам записывается. Какие-то конфликты у тебя были из наших ребят? С Эншпилем и Миягев у меня вот конфликт был тоже. Конфликт был из-за того, что когда я его сделал бит, I got love, переслал ему Сослану, да, вот Эншпилев. Он потом сказал, это будет хит. Ребята сдержали свое слово, но мы не договорились о условиях. Я им сказал лишь, укажите продукт и все. Но бит, король, продавался дальше. То есть я его не снял с продажи. Не со всеми правами им дал. Тогда это без контракта, без ничего было. И помимо этого бита, я еще им несколько битов отдал. И из этих битов, которые я еще отдал сверху, они были проданы. Точнее, многие из них не услышали у кого-то. То есть кто записал уже трек под этот бит. Потом Сослан мне позвонил. Потом начались неполадки в отношениях наших. Типа вот, типа ты зачем так делаешь? Все такое вот. Потом я им все объяснил. И в итоге мы приостановили свое... Партнерство. Да. А как решили вопрос? Потом, через несколько месяцев, Эйнштуми написал, мол, типа, давай все забудем, короче. Давай делать дальше. Ну, я рад, что все так обошлось. Понял. Какие-то плюшки от них лично? То есть на концерты зовут? Какие-то бонусы по отношению? Или просто чисто работа, ничего больше? До конфликта, по идее, мы хотели встретиться, когда они... У них концерт был в Алмате, да? Да вот, когда они тур устраивали. Но, к сожалению, за конфликта не получилось потом. Но мы вот в будущем хотим вот в одной студии засесться, короче, вместе все и творить дальше. Там чудеса, да. То есть они тебе, Мияги, Эйншпиль, они хотят тебя вообще забрать к себе на... Иди куда, чтобы работать вместе. Слушай... В будущем, вот в будущем я скажу то, что выйдут еще треки с ними, вот под мой продукт. Один, два, сколько? Несколько треков. Бабки получил, нет? Ну, они вернутся в игру, запомните это. Они никогда не уйдут. Бабки нет. Сейчас я решил для себя то, что надо ради кайфа работать, а не ради бабок. Если ты будешь вот нацелен только на бабки, ты потеряешь все. И отношения вот с другими, да, вот, исполнителями и так далее. То есть бабки это зло. Ну, а на этом видео подошло к концу. Обязательно ставь лайк, оставляй комментарий, если тебе понравилось это видео. Напоминаю, что по ссылке в описании ты можешь попасть на мой канал. А это был канал ТОП 5 ДАЙ 5 с новой рубрикой «За кулисами». Пока! ТОП 5 ДАЙ 5